Очень хочу поделиться такой новинкой. Приобрела в подарок дочке вот такую игрушку, мягкой игрушкой снегирёк, для чего удивительный сказочный образ. Когда только вообще впервые увидела эту игрушку, настолько она сказочная, необычная, а более близкое знакомство именно с образом этой игрушки вообще какой это герой, какой это персонаж. Произошло, конечно, благодаря празднику, новогоднее пожелание, где снегирёк является ведущим. И такая вот прям мечта появилась, что когда-нибудь эта птица счастья прилетит, пусть и в наш дом. И вот такой, знаете, на мой взгляд, необыкновенный просто волшебный подарок, что этот вестник радости может быть вот так рядом. И с ним можно общаться и смотреть в его удивительные глаза и продолжать с ним более близко знакомиться, играть. С ним же встреча происходит, и в празднике три встречи. И такое вот ощущение удивительное, что сказка, она вот просто здесь как проявляется. Для радости, для продолжения знакомства с ней вот теперь такой друг будет жить совсем рядом. Очень интересно вместе с ним продолжить общение, путешествие по песням по зимним. Он такой прям очень внимательный, чуткий и радостный. Очень рада этой встрече. Я тоже продолжу эту новогоднюю тему. Тоже, друзья, вот настоящее чудо произошло. Я тоже на Новый год заказала такую замечательную игрушку. Её даже игрушкой невозможно назвать. То есть это такой друг сказочный. И такое чувство, что вот самых дорогих, близких людей хочется самым дорогим порадовать. То, что для моего сердца дорого. Я подарок этот хочу подарить своей внучке. Я знаю, что дети, они с игрушками общаются как живыми. Ну вот смотришь в глаза Снегрикова, но на самом деле вот живой друг. Я знаю, что он живёт в сказочном мире. И свой подарок хочется прямо подарить как привет из сказочного мира, как пожелание счастья в Новом году, как пожелание самого светлого и в следующем году, и вообще в жизни человека. И какая огромная благодарность сказочному миру, что такие игрушки есть, что они создаются, что они несут в себе этот светлый, сказочный, прекрасный образ, как птицы счастья, как птицы, которая несёт радость, которая несёт вот этот вот сказочный, новогодний привет о новой, счастливой, прекрасной жизни. Спасибо огромное, что есть такая возможность удивительная радовать близких, радовать детей, радовать взрослых такими игрушками. Хочется сказать спасибо, Галина, так вдохновенно поделились. Я вот тоже очень-очень благодарна сказочному миру вообще, что такие существуют сказочные друзья. И эта игрушка, вот она как подарок дочери, как пожелание именно такой радости, какая есть вот у снегирька, у этого удивительного друга. Хочется, чтобы в сердце жил огонёк, огонёк радости, чтобы он горел всегда. И вот птица счастья помогает, вдохновляет. Такой полёт по жизни именно с радостью. Спасибо огромное, что есть такие удивительные существа. Существа, одухотворённые. Когда смотришь на него, когда смотришь на эту игрушку, вот ощущение полёт сразу. Внутри она как будто бы дарит вот это вот возвышенное такое состояние. Хочется в душе ощутить такой полёт, как будто летишь уже немножко. Такая вот форма у него очень обыкновенная. Так он создан, как будто в момент полёта. Интересно очень. Красиво. Очень красиво очень. Мне, друзья, очень нравится. Спасибо вам огромное, что эта птица счастья несёт перемены. Это такая возможность относиться к переменам как к счастливым возможностям жизни своей. что она, что в жизни счастье – это не статика. Это обязательно будут перемены. И вот она, птица счастья, которая вот эти перемены приносит. В эту именно сторону. Такая удивительно простая, ясная и мудрая песня. Плавно кружится снег, которая помогает это всем сердцем услышать и всем разумом своим понять, насколько это важно, чтобы именно вот так могла плавно идти жизнь. И одновременно с направленностью в будущее, с благодарностью к прошлому. А сейчас происходят вот эти новогодние мысли, чувства у нас у всех новогодние. Когда? Куда? И вот птица счастья говорит, а вот куда? Да. Субтитры сделал DimaTorzok